Добрый день. Десятое декабря у нас на календаре. Я думаю, что в вашем ведомстве уже делают маломальские прогнозы на следующий год и строят определенные планы. Однако предлагаю начать нашу беседу все же с подведения итогов этого года. Итак, на ваш взгляд, насколько успешно Одесса прошла 2015, оправдал ли себя год в плане доходной части и справился ли город со всеми социальными выплатами, которые были запланированы? Прошу вас. Вы знаете, я хочу сказать, что этот год, как никакой предыдущий, да, этому есть ряд объективных и субъективных факторов и причин, является для города успешным. И, наверное, одной из причин, о которых мы говорили и в начале, и при подведении итогов за каждый отчетный квартал, является та финансовая децентрализация, которая начала реализацию в нашей стране, начиная с 2015 года. Поэтому, ну, еще немножко осталось до конца года, но я думаю, что сегодня мы можем уже сказать на 98%, что те задачи, которые ставило руководство города, которые каждый ставил руководитель управления департамента перед собой, в том числе и наш департамент, можно сказать, что мы справились на 100%. Замечательно. Вот за счет чего преимущественно увеличилась доходная часть бюджета в этом году и как на него повлияла инфляция? Конечно, показатель инфляции, он влияет, и мы не будем это говорить. И многие нас, может, иногда упрекают, что это все-таки не увеличение доходов бюджета, это инфляция. Да, но инфляция, понятно, что статистические показатели одни, в жизни могут, они немножко отличаться, но если взять такой показатель, как сравнение с предыдущим периодом отчетного года, вернее, предыдущего года, то у нас темпы роста поступлений увеличились. То есть, если за первый квартал, за полугодие, за 9 месяцев мы еще говорили на 40%, то сегодня, к концу года мы уже видим этот процент почти полтора раза. Это все децентрализация? Это не только децентрализация, я всегда выделяю две главных причины. Это децентрализация, это те источники, которые были вообще новые введены у нас в стране, это акцизный налог, это транспортный налог, это два таких, это налог на недвижимость в другом виде, а не в таком, как он был до 2015 года. И нельзя не говорить о том, что всеми исполнительным органам и руководством города проводилась постоянная ежедневная работа, и это очень сложная работа по наполнению бюджета тех источников, которые зависят уже непосредственно от нас. Это и парковка, это и плата за землю в виде арендной платы, это и сдача помещений наших в аренду, это все-таки труд и работа каждого работника, органа местного самоуправления. Ну вот так же отрадно и то, что Одесса полностью рассчиталась с долгами. Полностью? Полностью. Если я правильно понимаю, то долга, который Эдуард Гурвиц брал еще в швейцарских франках, это было, по-моему, 50 миллионов, верно? Его больше нет, и Одесса, в принципе, встречает Новый год без долгов. Без долгов. Вы помните, когда такое последний раз было? Ну, я поэтому вначале и сказала, что год в прямом смысле, без преукрашений, успехи этого года, они очень отличительны. И то, что мы рассчитались, и рассчитались, я хочу отметить досрочно, и вопрос не только в том, что мы рассчитались. Да, это очень хорошо, но я думаю, что любому понятно, что это тот груз, от которого мы освободились уже в 2016 году. У нас сегодня есть долги, которые наши равномерные, долги плановые, это по кредиту, который мы взяли у Мирового банка, это под нашу гарантию на реконструкцию строительства Южного коллектора. То есть здесь мы идем в норме, здесь никаких у нас проблем с выплатой, погашением в следующих годах, кредит до 2027 года, никаких проблем нет. Слушайте, я вас не предупредил в самом начале, у нас 20 минут на все про все, и вопросов у меня 20, я надеюсь их все вам задать. Итак, бюджет 2016, дальше говорим только о нем. Знаю, документ уже был сверстан вами, и 12 ноября старый состав исполкома Горсовета его поддержал и принял. И вот теперь дело за сессией городского совета. Все правильно? Все правильно. Очередная назначена на 16 декабря, но ведь государственный бюджет еще не принят, а городской бюджет принимают после того, как государственный. Что делать будете? Извините, я вас поправлю, все это было так только до 2015 года. Финансовая децентрализация проявляется не только в новых дополнительных источниках местного бюджета, но и непосредственно в децентрализации. Согласно изменениям бюджетного кодекса, которые были внесены, мы не просто имеем право, а мы обязаны до 25 декабря текущего года, то есть перед плановым, утвердить бюджеты, свои местные бюджеты. После того, как будет утвержден бюджет страны в двухнедельный срок после официального опубликования, мы вносим изменения, уже принятые нами решения сессии по бюджету на 16 год в данном случае. А если так случится, что государственный бюджет принят не будет, это повлияет как-то на принятие нашего бюджета? Нет, у нас будет принят, мы будем работать по тем показателям, которые относительно государственных показателей, так называемые там субвенции и так далее, которые были в текущем году, а свои доходы, расходы, как мы планировали, так и будем выполнять. Теперь все понятно. Что говорят цифры? Какой объем доходов заложен в бюджете 2016 и насколько это больше по сравнению с предыдущими показателями? Я буду называть две цифры. Это цифры, которые без субвенций, которые мы получаем из госбюджета, хотя мы их при любом раскладе, при утверждении государственного, при неутверждении государственного бюджета мы их получим. То есть если без вот этих субвенций, то объем бюджета, который, как бы мы говорим, наши цифры, это 4 миллиарда 700 миллионов гривен. Если мы условно добавляем те показатели, которые мы получим в виде субвенций, я буквально одно слово хочу, эти показатели субвенций более 1 миллиарда гривен, в этом году это 1 миллиард 200 миллионов, ну как бы на следующий год мы планируем 1 миллиард 400. Что это за субвенции? Это на льготы и субсидии, я думаю, что все знают, что такое, и большая сумма, это на оказание помощи мамочкам, которые родили детей, которые воспитывают и так далее. То есть это те виды расходов, которые они приходят к нам через, ну как бы транзитом, и мы перечисляем уже на счета получателей. Если говорить в сравнении с 2015 годом, то по отдельным показателям идет темп роста от 113% до 120%. Это успех? Это успех, это на уровне планируемого показателя инфляции, который по стране, да, это может быть мало. Но я хочу еще такой момент, что мы, когда планировали бюджет, мы напряженный и реальный, без завышения каких-либо показателей. И с расчетом того, что мы в следующем году, у нас будет возможность его увеличить. И, кстати, в этом году мы, наш бюджет, впервые за последние десяток лет, это точно, мы увеличивали наш бюджет на общую сумму более чем полмиллиарда гривен. Бюджет развития тоже будет увеличен? Конечно. В первую очередь то увеличение, которое было в текущем году, оно относилось как раз к бюджету развития. На что пойдут деньги? Деньги по бюджету развития пойдут на традиционные статьи расходов. Это в первую очередь, и мы уже его сформировали, это ремонт, реконструкция и строительство дорог. И объем бюджета именно по дорожному фонду идет увеличение почти в 1,7 раза свыше 270 миллионов гривен. Это первоначальная цифра, которая заложена в проекте 2016 года. Мы считаем, что по прогнозам она будет значительно больше. Это такая большая статья. Второе направление, которое мы успешно реализовали в этом году и выполнили буквально на этой неделе, было открытие после реконструкции седьмого детского садика. Мы запланировали семь, семь мы их открыли. Это продолжение ремонта, реконструкции, строительства новых детских садиков. Это приобретение оборудования в наши медицинские учреждения. Это ремонт фасадов, это наружное освещение, приведение города, чтобы город был светлым. Это ряд таких больших знаковых проектов. Ремонт, дорога, проектирование, строительство Север-Юг. Это скоростной трамвай на поселок Котовского. Это как бы я основное, то, что назвала. Ну и еще, конечно, много-много расходов, которые именно будут с бюджета развития. Сами расходы увеличатся на 17% по сравнению с 2015 годом. Я прав. Финансирование вообще каких направлений планируют улучшить чиновники в следующем году? Я имею в виду образование, охрану здоровья. В первую очередь, я бы все-таки хотела направление бюджета. Мы в последнее время говорим, и я хочу сказать, что это не слова, это реальные дела, это социальная направленность бюджета. И буквально на одной из последних сессий, уже в новом депутатским составе, мы утвердили изменения в программу социальную этого года, где увеличили объем расходов на социальную помощь для людей, которые, все знают, тарифы на тепло, которые увеличились почти в два раза. Поэтому мы выделили 20 миллионов в этом году, и это же направление расходования средств будет в следующем году. То есть семьи, которые оформили субсидию, к тому, что государство в виде субсидии будет датировать, мы еще по 200 гривен ежемесячно будем давать на лицевой счет данного плательщика, для того, чтобы уменьшить вот эту нагрузку по оплате расходов коммунальных, в частности, по теплу. И еще ряд и новых направлений, и сохраняем старые. В этом году у нас было, начиная со второго квартала, муниципальная помощь, когда поднялись сцены на хлеб, 100 гривен ежеквартально. Все эти направления остаются. Вообще объем программы будет, первоначальная, опять же, цифра в проекте бюджета, 160 миллионов гривен. Это на 20 миллионов больше, чем было в текущем 2015 году. Вот как. Вот что пишет один из интернет-ресурсов. При этом не обойдется без странностей. К примеру, музыкальные и художественные школы будут финансировать лучше, чем обычные школы и даже роддома и перинатальные центры. Это правда? Вы понимаете, может, по цифрам я очень внимательно проанализировала и своего рода такой анализ для себя сделала по этой заметке. Где-то на процентов 80 констатация фактов соответствует тому, что в бюджете. Некоторые цифры, мне непонятно, откуда источник брал, но, можно сказать, не совсем корректное сравнение. Потому что те же роддома, у них одни, даже ненужные, в принципе формирования их расходной статьи. По школам искусств, которые, говорится, немножко другой. То есть там ставки и так далее. Поэтому здесь надо конкретно в каждом вопросе подходить. Почему так? То есть единственное, что я хочу сказать, что у нас заработная плата, что работников музыкальных школ, что работников роддомов, поликлиник, что работников школ начисляется, выплачивается в полном объеме. В конце года, когда мы видим, что у нас есть экономия, мы выплачиваем все поощрительные. То есть обязательные выплаты. И, кстати, индексация в этом году, очень большие объемы были индексаций. В то время, когда на уровне страны не принимали какое-то решение, платить индексацию или нет, мы всем работникам нашей бюджетной сферы, а это именно здравоохранение, образование платили индексацию в полном объеме. Насколько, вообще, что говорит о главном финансовом документе на следующий год мэр города? Вот насколько оптимистично его настроение? И, опять-таки, что он говорит по поводу направления финансирования, которых находится под его... Есть ли направления, финансирование которых находится под его личным контролем? Ну, вот те направления, которые я перечислила, это трасса «Север-Юг», это освещение, это дороги. Это как раз те направления, которые озвучил мэр Геннадий Леонидович Труханов на своем выступлении на сессии городского совета. Поэтому, конечно, сегодня мы работаем над уточнением нашей стратегии, которые у нас до 2020 года, те задачи, которые какие-то мы будем видоизменять, какие-то новые, какие-то исключать. То есть, привлекательность города, туристический потенциал города. Тем более, что в свете определенных объективных причин, как раз в этом направлении нам важно сегодня работать. Вот в то же время эксперты ничего радужного в бюджете 2016 не видят и называют его бюджетом проедания, о чем говорит высокий процент трат на социалку. На программы соцзащиты выделено более полутора миллиардов. Это говорит о том, что на следующий, весьма вероятно, новый выборный год в Одессе сохранят относительную социальную стабильность, а бюджет могут использовать для агитации при выборах в Верховную Раду, говорит экономист Павел Смолько. В целом, эти цифры говорят о том, что в очередной год Одесса проест бюджет. Прошу вас это прокомментировать. Я прокомментирую, вот цифры, которые вы назвали полтора миллиарда на соцзащиту, это как раз полтора миллиарда с учетом субденции, которые мы получаем из госбюджета. Потому что в этих полтора миллиарда, миллиард триста, это деньги, которые, еще раз повторюсь, получаем транзитом на выплату пособий. У нас они называются детские пособия. Поэтому это, они через нас проходят, но это не наши деньги, не деньги городского бюджета. А вот этот, конечно, если смотреть бюджет, то мы их, естественно, включаем, потому что, ну, они включаются как субденции из государственного бюджета. Поэтому сказать, что это проедание, совершенно нет. То есть наша доля социальных статей, вот я назвала там больше 200 миллионов, из которых 160 миллионов, это одна программа социальной защиты. И как раз мы акцентировали и внимание при бюджете 2015 года и 2016 года, что финансовый ресурс, который нам дополнительно дала страна в виде децентрализации, вернее, в период децентрализации, мы в первую очередь направили не на проедание, а на развитие, на то, что сформировали бюджет развития. Я хочу еще одну цифру назвать, что у нас в этом году бюджет развития уже по расходам, это с учетом того, что были остатки в начале года, с учетом вот этих изменений, что я говорила, ну, беспрецедентная цифра, 1 миллиард 200 миллионов гривен. И, конечно, тоже хочу отметить, что все то, что я перечислила, садики, дороги, межкварталки, фасады, освещение, все то, что мы сделали в этом году, это благодаря вот этому миллиард 200 и благодаря, что в стране стабилизировалась ситуация с органами госказначейства, которые проводят физически эти наши деньги. То есть сегодня у нас никаких задержек в проведении платежей нету. И очень такой важный показатель, который говорит о финансовой состоятельности, самостоятельности бюджета, это задолженность, кредиторская задолженность. То есть есть ли долги города перед подрядчиками, посовщиками и так далее. Таких долгов у нас нету, начиная с 1 июля. В то же время эксперты отмечают и положительный момент, в частности, отсутствие внешнего долга перед РСТ-банком, впрочем, об этом мы уже с вами говорили. А это даст возможность свободнее тратить бюджет развития. Ну, еще раз о долгах. Новые кредиты город намерен брать или нет? Намерения такие есть. Серьезно? На что и какие суммы? Ну, наверное, о суммах говорить рано, когда уже будет принято определенное решение, это будет сессионное решение приниматься. На что, опять же, мы кредит имеем право брать только на расходы, связанные с развитием. То есть это или строительство дорог, или строительство той же дороги, как я сказала, скоростного трамвая в сторону поселка Котовского. Это приобретение техники, которая очень важна направлением для наших коммунальных предприятий. То есть, ну, вот основные такие, это приобретение подвижного состава для коммунального предприятия, трамвая, троллейбус. Основные направления такие. Ну, эта сумма будет больше, чем была предыдущая, или нет? Ну, это все сопоставимо. Я не думаю, ну, где-то в таких... Возможно, у нас есть определенные, не хочу занимать время, определенные критерии, определенные границы, в пределах которых мы можем брать такое заимствование. Ровно минуту прошу нам добавить, и мы заканчиваем. Аренда пляжей, ночные клубы, реклама, парковки и уличная торговля. Показатели уровня доходов по всем этим направлениям улучшатся? В 2016 году, я надеюсь, что улучшится. Я благодарю вас за это интервью. Мы поздравляем вас с наступающим. Пусть 2016 будет легче, чем уходящий. А городская казна уверенно пополняется, и жители это ощущают. Начальник Департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега сегодня была гостью в нашей студии. Вы смотрели интервью дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова